Привет, друзья! И особенный привет нашему постоянному зрителю, который недоволен моей челкой. Я потрясу специально. Специально. Ты знаешь, как лихо, одноглазая. В детстве была сказка, я очень боялся, как она бегала и на печи. Вот ты меня почему-то напомнил. Типа того, да. Так что, если вы хотите, чтобы я отстрик челку, можете скидывать. Я номер карты отставлю в комментариях. А сколько надо скинуть? Я даже не знаю. Желание скинуться всех любителей ее подстричь. Я номер карты. Я шучу, конечно. Я сам отстреблюсь. Просто пока нельзя, к сожалению, закрыть все. Станислав, а сколько миллионов рублей ты заработал за эту неделю, что мы с тобой не виделись? Да не знаю. Такого нет. У меня не понедельно. А как есть приход, так есть. У нас же крупные платежи. Ясно. А сколько в среднем платеж клиенту тебе? В среднем 300 тысяч где-то. Нюхига. Средний. Потому что средний проект, получается, у нас около миллиона стоит. Он делится на этапы, там, 20, 30, 30, 20. Средний комплект услуг у нас стоит, ну, как бы, если кто-то на создание студии записывается, тоже около 300. 300 тысяч, 360 тысяч. Вот, тогда по 500 бывает. Ну, вот, в среднем где-то нормальная такая сумма около 300. Я понял. Хорошо, хорошо. Бывает, ну, мелкие, допустим, там, книга, там, 3000. Бывает консультации 30. Ну, примерно так. То есть, либо 3, либо 30, либо 300. Все по 3. 4 на 10, да, как раньше говорили. Знаешь, 4 лимона у нас был мужик стоял, который говорил, 4 на 10. 10 рублей стоили 4 лимона, когда мы ездили в институт. Вот, и он продавал 4 на 10. А у нас все по 3. Я понял. Хорошо. Слушай, ты прям с тритейлингом стал сыпать. Что-то тебя за цепьет, да? Где? А, ну, слушай, ну, я ее, в принципе, понял, развиваю. Ну, скоро я выпущу такую историю, как записывать историю. Посмотрим. Интересно. Ладно. Хорошо, перейдем к вопросам. У нас сегодня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь вопросов. Вот так вот. Отлично. Да, блиц. Начнем жарить тебя прям с первого. Давай. Станислав, здравствуйте. Из ваших видео, Сергей, может сложиться ощущение, что вы такой идеальный человек. Вас никто не злит, все всегда хорошо, никаких проблем. Конфликтов. Но у вас же есть недостатки. Вы сами-то их осознаете, какие? Да, не знаю. Недостатки, наверное, могут другие какие-то заметить. Для кого-то, может быть, есть недостатки. Я в гармонии с собой. Я счастливый человек. Мне все отлично. То есть, мне, я себя комфортно чувствую и окей. Из-за недостатков, наверное, для других людей. Это невыносимо. Невыносимо. Ты иногда невыносимый человек. Ну, вот ты лучше скажи. Потому что мне-то что? То есть, я-то понимаю, как оно работает. То есть, если кому-то что-то не нравится, ты сам скажи. Сейчас скажу. В чем недостатки? Какие недостатки Станислава? Поругай меня. Да, вот ты как бы, ты вот, если тебе что-то надо, ты, типа, душу вытащишь, будешь писать, звонить, кидать кучу войсов. Вот, это недостатки. Ну, как бы, просто, может быть, если я был бы тим сотрудником, я бы терпел. А у меня там свои клиенты, и тут мне Стас заваливает 8. Я вот это прям, я иногда хочется задушить. Ну, ты скажи, что, типа, не надо и все. Нет, нет, понятно, просто. Еще у тебя иногда дурацкие стикеры в Телеграме, но мы тебя научим со временем постмодернизму. У меня просто один на борту какой-то загрузился, и я больше там глубоко не лажу. Поэтому, что есть, то есть. Работаем с тем, что есть. Мы знаем, что есть такое движение «Минимализм». Вот у нас, как бы, тремя стикерами мы выразим, тремя словами, да, мы выразим все, что можно. Я понял. Ладно. Ну, слушай, остального недостатков тебе, наверное, мне не видать. Я в целом, если я презентовал бы, например, какому-нибудь своему, не знаю, коллеге, я бы сказал, что ты близок к идеальному заказчику. У меня несколько было таких в жизни. Ну, вот, пожалуй, ты. Вот еще Максим Кац есть такой политик, урбанист. Я делаю разные штуки. Он похож на тебя стилем. Супер взвешенный, аккуратный, спокойный, точно знает, что хочет, не давит. Короче, прям лайк. Вот, ну, отлично. Спасибо, да, что... Ладно, отбился. Скоро будет у нас, наверное, рейтинг таких заказчиков тоже, потому что это на самом деле важно. Не только же сотрудников выбирают, но и заказчиков. То есть хорошие сотрудники мало хотят работать с неадекватными какими-то. Вот, поэтому я думаю, что честь надо беречь не только сотрудникам, но и заказчикам. Да, слушай, согласен, я с тобой согласен. Хорошо, я-то думал, ты сейчас скажешь, я там, я не знаю, чуть не умею с деньгами обращаться, а ты вот... Да, нет, значит, не умею. Да все нормально. Знаешь, просто тут же зависит от того, что ты значение, чему придаешь. То есть если ты в кайф живешь с радостью, с энергией и всем остальным, то классно. Если каждый день твой там, каждый новый день что-то интересное тебе сулит. И ты можешь людям помочь и самому себе быть полезным и интересным, то классно. Хорошо, ладно. Второй вопрос. Привет, вопрос для Стаса. Стас, я дизайнер. Я сделал проект, клиент оплатил, альбом я ему отдал. Но я узнал, что они ничего строить не стали по моему проекту, а в итоге другого дизайнера наняли на тот же проект. С одной стороны, мне это что, я вот не могу успокоиться. Видимо, что-то не то с проектом. Что делать, посоветую. Позвонить клиенту и узнать или забить. Ну, в принципе, он не обязан отчитываться. То есть, он тебе, если деньги все заплатил, дальше хочет, делает, хочет, не делает. То есть, тебе-то какая разница. Можешь уточнить, скажи, здравствуйте, вот мы делали проект, а вы другого дизайнера заказали. Не бойтесь меня обидеть. Скажите, пожалуйста, как есть. Мне очень важна обратная связь от вас. Как есть. Если что-то не понравилось, либо не подошло. То есть, я просто мучаюсь. И если у меня скажется, что я действительно что-то там не дожала, либо не подошло, просто скажите мне об этом. Я буду знать. И он может сказать, что, слушай, у меня там, я не знаю, может он развелся и новую жену завел. И просто новый проект делает. Ну, ты же не знаешь вообще, что там происходит. Ты все на себя. А ты бы сказал, что нет сам? Не, мне все равно вообще. То есть, мне, на самом деле, без разницы. Я сдал, сделал. У меня нет, знаешь, такого отношения, что вот я сделал проект, и вот мне обязательно нужно, чтобы вот, его, да, делать, сфотографировать. То есть, я получаю удовольствие в тот момент, когда я придумываю что-то, и вот это вот для меня это творчество. То есть, дальше уже, то есть, каждый тут сам для себя выбирает. Я не говорю, что так правильно, и что так должно быть. У меня просто так работает. Когда я придумал идею, мне ее дорабатывать уже там не сильно интересно, поэтому как бы у меня в студии и работают дизайнеры. То есть, мне интересна первичная постановка там задачи, первичный креатив и, может быть, не знаю, финальные штрихи какие-то. Вот, а детализацию не сильно. Ну, у меня так. Это не значит, что у вас так же, поэтому делать можно, что хочешь, хочешь уточнить, позвони и уточни. Самая прикольная фраза, что не бойся меня обидеть, потому что люди могут не говорить правду, потому что боятся обидеть художника. Не надо. Я понял. Слушай, а вот интересно на самом деле вопрос, а вот как ты считаешь обычно, почему так происходит, если клиент заплатил за проект и реализовывать не стал? Не знаю. Разные бывают ситуации. Бывает, что не подошло действительно что-то. Бывает, что не хочет объяснять там почему. Ну, бывают разные ситуации. Не знаю, я не могу так сказать тебе, почему. А у тебя бы часто такое бывало с твоими проектами? Ну да, вот допустим, я сделал себе фирменный стиль на YouTube, но у меня руки не дошли до YouTube вообще еще. То есть он у меня лежит год, наверное, может быть, даже больше. И дизайнеру, наверное, тоже как бы интересно, почему я не применяю. Ну, а я не применяю, потому что я YouTube сейчас не развиваю, то есть я чуть позже буду это делать, когда у меня руки дойдут и очередь дойдет. Ну да, вот примерно так. Короче, если вы дизайнер, Стас, не волнуйся, чувак, все хорошо. Просто Стас, руки коротки пока дойдет, не волнуйся. Если что-то будет не так, я скажу, будьте уверены. То есть я не приму работу и никогда не заплачу, если там что-то не так. Я скажу и всю душу выем, да, но за качество я всегда буду обязательно требовать. Окей. Не знаю, минус это или плюс. Минус для тех, кто не хочет совершенствоваться, плюс, наверное, для тех, кто хочет сделать работу максимально качественно и научиться, может быть, чему-то в процессе. Есть чему научить. Прикольно, хорошо, спасибо. Станислав, здравствуйте. И хочу уточнить специфику выполнения технических работ. Слышу, что если в Европе за работу берется, допустим, электрик, то он дает безусловную гарантию на свою работу, скажем, на 5 лет. Это ты мне скажешь. А как у нас? Можно ли сделать ремонт так, чтобы на все ответственные работы была гарантия? Я про Европу не знаю, честно говорю. А про остальное какую гарантию? Ты гарантию можешь прописать сколько угодно. Вопрос, как она будет реализовываться. Потому что по факту, ну, как ты скажешь, вот у меня гарантия. Что у меня? У меня этот самый чек и печать. Ну, у тебя скажут, куда тебе эту печать отправить и чек. Ну, то есть, в принципе, вопрос всегда реализация. Гарантировать можно что угодно, но ты что-то в суд пойдешь. Ну, иди. Ну, да, окей. У него там, допустим, нет ничего. Ну, как бы гарантия такая мифическая история. Лучше всего на гарантию не попадать. Потому что в любой истории, когда ты там идешь в суд или что-то требуешь, если это небольшая компания, которая проще тебе заплатить, а какой-то мелкий частный, ну, частник, да, допустим, либо мелкая компания, да им проще как бы обанкротить компанию, либо, ну, короче, просто не делать ничего. Вряд ли пойдешь в суд. Вот, а если пойдешь, ты даже это выиграешь, и тебе даже дадут исполнительный лист, что ты с этим будешь делать? То есть, выгоднее не рассчитывать на гарантию, а более ответственно подойти к выбору сотрудника. А если что-то накосячено, то тебе все равно выгоднее с точки зрения, ну, может быть, не эмоционально, эмоционально может быть обидно, да, что вот у меня гарантия там. Но по факту тебе выгоднее быстро переплатить и нового взять и переделать. Слушай, а вот если, допустим, я такую сантехнику делаю, и там боюсь, что потечет у меня, у меня там, не знаю, российские ковры за 3 миллиарда рублей дома лежат, например. Ну да. А если какие-нибудь вообще студии, мастера, которые такие, мы гарантируем, что у нас ничего не потечет, а если потечет, мы все компенсируем. Ты что-нибудь про такое слышал? Так я же тебе только что объяснил, что они могут тебе гарантировать все, что угодно в момент, когда они заказываются. Даже в крупной компании, погоди, а есть может какая-нибудь ООО «Строймонтаж» там? Тогда да, но тогда у тебя будет в их стоимость включена страховка. То есть они тебе скажут, давай от затопления, ну, пожалуйста, 10% платили, сколько там, я не знаю, сколько стоит. То есть гарантировать все можно. Вопрос стоимости и кто будет обеспечивать. Ты же на автомобиле там, если ездишь, то у тебя тоже получается страховка есть. Пожалуйста, плати страховую там сколько-то процентов, три процента или пять, там сколько, и врезайся хоть в КамАЗ, она тебя починит. Это вопрос денег. А ты не страхуешь дома там ничего? Нет, ничего не страхую. Я и автомобиль не страхую, раньше страховал, потом забил. Ну, короче, потому что я не врезаюсь, если врежусь, ну, ладно, значит, починю. Потому что смысла нет. Новый куплю. Ну, как бы нормально. Я понял. Слушай, вот к вопросу про Европу, здесь действительно такая специфика, здесь любой человек, который делает работу по дому, он гарантирует качество. услуг, а если чем-то он накосячил, у тебя потекло что-нибудь, то, типа, ты в суд у него подаешь, отсуживаешь с него. Ну, окей. Вот. Короче говоря, у меня, к примеру, у меня ученица немецкого, у нее дома сломалась, она просто у нее дома посудомойку, и она очень необычно сломалась. Мастер, который прикручивал посудомойку, он неудачно прикрутил одну трубу к другой, и там упал такой гайка зажимная, и между трубами образовался такой зазор, типа, миллиметров 15. И вода лилась, но потихонечку она как бы разбрызгивалась, и она пропитала с собой пол, стены, и начало капать у соседа. Там все разломали, выломали, но и с мастера, типа, посуду сняли деньги за все это. Но она экспертизу делала? Слушай, я не знаю, мне кажется, да. Ну смотри, у нас это тоже возможно, то есть это все работает в теории. Все это знаешь, во что упирается? То, что, скорее всего, в Европе, в Германии там мастер в каком-то профсоюзе, и у него есть какая-то там, не знаю, лицензия или еще что-то, ну или там, скорее всего, счет хотя бы есть. У нас же чаще всего это мастер какой-то там с Авито либо с Профи.ру, у которого там, ну, за душой ничего нет, и ему даже если назначить там 2 миллиона выплаты, он скажет, окей, я буду до пенсии отдавать там по 500 рублей, ну и что? То есть, ну, в целом, да, теоретически, как я сказал, возможно, практически, ну, как бы, тяжело. Можно, можно. Ты как-нибудь наезжал на мастеров, там у тебя были конфликты? Нет. Сюда ничего нет. Ну, у меня устанавливали ребята тему с котельной, был там какой условно такой конфликт, но там не доделал чего-то, какую-то часть, там была, ну, какая-то сумма там около 200, что ли, тысячи или что-то такое. Ну, можно было этим заниматься, но я решил, как бы, что смысла в этом нет, особо больше времени потрачу. Вот, поэтому не стал ничего делать. Приехали другие ребята и за него доделали. То есть, получилось так, что те ребята, которые его рекомендовали, они сказали, ну, типа, что с ним не надо ссориться, мы доделаем за свой счет, и доделали. Ну, в принципе, нормально. И я такой, окей, подходит. А ты не пострадал, по сути, да, в сумме? Да, нет, не сильно пострадал. Я понял. Слушай, интересно, хорошо. Я-то вообще был уверен, что все там, типа, гарантии, ты, типа, там, О, Вектор Плюс пойдешь, получишь свои 150 тысяч рублей за затопление. Смотри, если ты заказываешь у крупной компании, имеет смысл так делать, да. То есть, даже иногда имеет смысл, допустим, сейчас есть сервисы, которые там большие, вкладывают много денег, типа, там, Uber, там, какой-нибудь Яндекс, еще что-нибудь, ну, какие-то, да, где ты заказываешь прям у серьезной компании. Вот у таких компаний имеет даже смысл заказывать и даже переплатить где-то, потому что ты им можешь предъявить потом. То есть, ты знаешь, что по-любому строительный накосячат, ты знаешь, что по-любому будут проблемы, и ты просто это все нудно фиксируешь, то есть, ты становишься таким нудным клиентом, вот, и они тебе заплатят, ну, там, потом, когда ты сделаешь экспертизу, через два года, там, тебе выплатят там сколько-то денег, если там что-то накосячат. Ну, это, знаешь, это такая позиция, хочешь ли ты этим заниматься, я больше просто по психотипу человек, который, как бы, не парится вообще по этому, то есть, если там, ну, какого-то там супер ущерба нет, я лучше пройду дальше, ну, короче, не буду этим заниматься, голову вообще забивать, то есть, это негативные мысли, так или иначе, они смысла не имеют. Вот, кто-то занимается, ну, и занимается. Я, в общем, короче, больше на позитив настроен, и что за это время и за эту энергию я больше заработаю, ну, это действительно так, потому что, если бы я не умел зарабатывать, тогда да, если я умею зарабатывать, мне выгоднее просто энергию посвятить другому и гораздо больше заработать, чем вот мы сейчас даже это обсуждаем. Мышление миллионера. Ну, типа того. Ну, это же фокусы энергии, вот я сейчас, как бы, ходил на пробежку, тоже думал, интересно, 5 кругов делаю сейчас, делал 3, уже 5, там, по лесу, таких больших кругов, не знаю, сколько километров, нормально. Метруксер по-дому, если бы, примерно 5 километров выходит. Да-да, веселуха. Вот, и понял, что, как бы, энергия, это же самое важное получается, то есть, ты сейчас что-то делаешь, ты направляешь туда энергию, и она у тебя, ну, либо созидательная какая-то, либо разрушительная, да, и, соответственно, ты думаешь, как бы сэкономить, а экономия, ну, из природы, в принципе, выходит, да, что ты либо развиваешься, либо умираешь, вот, и, получается, ты можешь пытаться сколько угодно накопить, но накопить на квартиру нельзя, на квартиру можно заработать, вот, соответственно, ну, я не видел там случая, что человек копил-копил, и там, ну, хорошо, есть какие-то уникальные, наверное, к 80 годам купил, вот, как я тогда мечтал, на самом деле на квартиру зарабатывать и креативиться, да, что-то, то есть, когда ты делаешь что-то необычное из ряда вон, вот, и, ну, я исключаю случай, когда наследство бабушки получил, вот, в остальных случаях, как бы, если человек себе там в молодом возрасте покупает квартиру, чаще всего он делает что-то правильное, он созидает именно энергию положительную, а не пытается экономить. Хорошо, спасибо. Клевого, кстати, мне понравилась эта мысль про то, что на квартиру нельзя накопить, действительно, можно только заработать, интересно, хотя, в целом, наверное, звучит, как бы, для многих людей абстрактно, но я, кажется, понимаю, о чем ты, вот, я просто как человек, который долго копил на квартиру, ну, ты скажешь, правда, нельзя. Я тоже долго копил, а потом заработал, и потом подумал, блин, зачем я столько себя ущемлял и откладывал, непонятный смысл. Мышление миллионера – пункт второй. Ну, типа того. Ну, как бы глупо, но оно работает, то есть, я не то, что там, то есть, мышление миллионера очень смешно звучит, когда у тебя нет мышления миллионера, и ты такой думаешь, да не, какая-то разводилова. А когда есть, и когда получается, такой, ну, как бы, а как по-другому может быть? По-другому и не может быть. Погоди, погоди, у нас как раз есть вопрос по этому. Давай. Стас, вот вы многое общаетесь с состоятельными людьми, а какие они? Отличаются ли не от нас обычных ребят? Они хитрые, прижимисты или, наоборот, тратят легко? Хорошо с ними или нет? Дружат ли они с нищими вроде нас? Чего ценят в жизни? Ну, нет, с нищими не дружат вроде вас, дружат только с позитивными ребятами. Но с нищими, потому что, если человек себя классифицирует как нищий, он, значит, ну, как бы первое, пытается завидовать, например, скорее всего, завидует, думает, что там незаслуженно, думает, что они там чего-то там украли, нечестно заработали. То есть, это мышление, мышление, которое к негативу ведет. Вот. И не важно, сколько у тебя денег, у тебя может вообще денег не быть, но ты можешь быть суперпозитивным парнем, который, ну, как бы, у тебя есть какой-то продукт. То есть, ты можешь быть замечательным блогером, просто. Твой продукт, хорошее настроение. У тебя может быть денег не быть, но с тобой будут все общаться. Пожалуйста. Вот. Вопрос же, что либо ты хоть же ходишь и ноешь, вот там, что-то мне не получается. Ну, не получается и окей. Значит, дружи с такими же. То есть, не будет никто дружить с теми, у кого установки неправильные. А правильная установка – это ответственность на себя, ну, за себя. И не ныть, короче, а с позитивным ко всему относиться. Тогда будет нормально. Слушай, вот как раз сейчас будет, типа, пятиминутка психотерапии. Мне терапевт, например, твоими же словами говорит. Он говорит, когда человек, например, считает, что он бедный или что он, там, больной или у него что-то плохо в жизни, это вопрос присвоения собственной жизни. Как бы он не присваивает ее и переносит ответственность за нее на других людей. Ну, типа, я бедный, потому что другие богаты. А я вот не повезло мне в жизни. Короче, способ пожаловаться самому себе на самого себя. Он говорит, что надо гнать, короче, такие мысли. Ну, да, таких мыслей быть не должно, потому что, ну, зачем они? Ну, то есть, к чему они ведут? Ну, вообще, вот, если возвращаясь к состоятельным людям, они прям вообще отличаются по образу мышления, разговора от среднего человека. Слушай, я не знаю, кто такой средний человек. Вот я не считаю себя там каким-то там суперчеловеком. Средний человек, ну, в принципе, даже, наверное, не сильно там наворочен. Ну, мыслю нормально, интересно. Ну, я понимаю, что как устроено, как работает. Рациональность есть. Я думаю, ну, будем себя посмотреть со стороны. То есть, есть набор качеств, которые есть у каждого человека. Он их либо развивает, либо нет. Я вообще, как бы, против того, чтобы делить там людей на какие-то там обычный человек, необычный человек. Мы все обычные люди, у нас все, как бы, одно и то же. Вопрос, ну, как бы, отношений к себе, скорее всего. То есть, ты либо действительно берешь ответственность, ну, просто ты или ты хочешь быть счастливым, или просто ты счастливый, или тебе нужно какое-то обстоятельство. Удача тебе там не всегда нужна. То есть, что такое удача? Да, удача у тебя получается. Тебе не нужна, тебе продукт нужен нормальный. И знание базовых основ маркетинга, чтобы заработать там свой миллион. Это несложно. Это, как бы, это настолько элементарно, когда ты это уже делал. Ты понимаешь, что тебе не нужна удача. Удача нужна там, когда вот тоже, опять же, Мурлан рассказывал, что тебе удача нужна, когда ты там 100 миллионов зарабатываешь. Тогда нужна удача. Тогда, да, действительно. А там до каких-то, то есть, заработать миллион рублей, это, ну, как бы, понятная задача, вообще абсолютно легко решаемая, несложная. Ну, как в шахматы ты садишься играть, вот, ну, в шашке, вот ты сыграл партию, у тебя работает, ну, как бы, окей. Сейчас половина зрителей такие завыли, ааа, знают он, как миллион рублей заработает. Ну, это я тебе на пальцах сейчас расскажу. Это же элементарно. Не, погоди, погоди, давай потом, когда сейчас видео выключим, потому что сейчас слишком много людей выключат, я не хочу конкурентов. Давай. Так, еще вопрос. Вот, вот тут с Сергеем обсуждали Косфино, дворец Путина в Геленджике, там еще комната грязи была. Станислав, какие самые необычные пожелания в интерьере просили учесть заказчики? Прикольно. У меня был один интерьер, мы делали прикольный, и там была лишняя комната, вот непонятно, чем занять. Так называемая такая комната хобби, и там заказчик говорит, вот что там делать, давайте придумаем что-нибудь. И мы ему, планетарий, давай планетарий сделаем. Мини-гольф, давай мини-гольф сделаем. Кинотеатр, давай кинотеатр сделаем. Вообще он говорит, нет, все вроде да, но вот надо что-нибудь необычное, что-нибудь прикольное. Вот, ну в итоге мы ему кинотеатр сделали, а потому что, ну вариантов было очень много, ну как бы разных, такую тусовочную зону сделали. А он хотел именно, чтобы вот что-то вот мне там комнату какую-нибудь нужно, необычную. Ну вот. Интересный был заказчик. Слушай, а ты когда-нибудь делал частные дома, чтобы там была вертолетная площадка? Нет, таких не делал, нет, никогда не было. Хотя вот у нас тут есть дом, там соседи, там есть вертолетная площадка. Офигеть. И прям туда прилетает вертолет? У нас здесь, кстати, много летают. У нас здесь недалеко этот хеликоптер, а этот самый порт. И каждый день, ну в принципе летают. Я тут сижу, туда-сюда гоняют. Ну то есть какие-то люди летают, видимо. Слушай, не хочешь, а что, у тебя есть мотоцикл, вот как там квадроцикл, теперь еще вертолет? Не, ну вертолет я что-то с недоверием, честно говоря, к этому отношусь. Я летал как бы нормально, прикольно, но что-то он часто не падает, но их... Это правда. Не хочу. Ну и я летал, там как бы не такой кайф. То есть я брал экстремальные полеты на вертолете, вот. Мы летали, ну как бы не чувствуется экстремального. Ну то есть прикольно, но не то, что там прям вау-эффект какой-то. Ну как бы нормально полетал и полетал. Ладно. Я бы больше, может быть, на треке поездил, ну на автомобиле. На гоночной машине, смотри? Да, 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 вот возможно. То есть в принципе у меня был заказчик один, вот он был, ну вот в общем он был банкир сам, да, и занимался автоспортом. У него был Volkswagen такой заряженный, вот он ездил там чемпионат какие-то. Вот, ну прикольно, так интересно. Вот я бы может быть попробовал. Я пока этого не знаю, не умею особенно, но вот возможно скоро буду. Ладно, хорошо. Блин, слушай, классно в интерьере делать пустую комнату для какого-то хобби. Я бы так тоже хотел жить, чтобы не была пустая комната или чего-нибудь. Ну ты можешь. Правда, снять двушку, одну жить, вторую делать пустую комнату. Да, а здесь у вас что? А тут у меня шкаф, помнишь, как вы там футурами бендер. Да, 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 это просто крайний момент, хорошо. Так, серьезный вопрос. Стас, а как проверяют квалификацию инженеров перед тем, как их нанять? Куда-то смотреть, диплом просить? Я в этих схемах или что-то мы не делают не понимаю. Вдруг там все от балды вообще. Смотри, есть такой рецепт, если ты в чем-то не понимаешь, ты всегда можешь нанять другого инженера, который понимает и сказать ему, короче, зацени его работу. Помоги мне выбрать инженера. А тот не будет, как бы второй не будет, первого как бы срать, ну просто потому, что его наняли. Не, ну ты же не говоришь, что я тебе заказ отдам. Ты скажи, что вот я его беру, дай, пожалуйста. То есть ты его нанимаешь на то, чтобы дать квалификацию. Вот я к тебе могу обратиться, скажу, Сергей, посмотри, этот редактор нормальный или нет? Я, кстати, даже обращался так. То есть нормально ли он пишет? То есть есть ли потенциал, талант? Ты как бы сразу увидишь, скажешь. Слушай, а вот нет, это же люди, как бы так, грубо говоря, голодные, у них же, они заказы ищут. Мне кажется, что средний исполнитель скажет, да не ходи к нему, давай, я сделаю нормальное место. А с чего ты взял, что голодное? Не знаю, мне так кажется, что вообще инженеров там сколько на рынке прям, они все как утки, знаешь, бросаешь хлеб, они такие слетаются. Ну нет, хорошие специалисты всегда на вес золота. Ну ты сам должен знать, ты же как бы хороший специалист. Ты же на вес золота. Не знаю, слушай, если на вес золота это очень дорого, было бы, смотри, 120 килограмм чистого золота. Ты че, ты тоже меня купишь. Слушай, а вот для инженера вообще важно высшее образование, что-нибудь такое? Да, конечно, инженерное, конечно, важно. То есть типа дизайнер может быть с курсов, быть хорошим дизайнером, а инженер только после вышки, да? Инженер, дизайнер тоже по стандартной профессии с высшим образованием. Не обязательно профильное, потому что дизайнер такая достаточно, ты можешь, ну, брать часть управления и концепция, но это не надо тебе профильное, то есть тебе курсов достаточно. А всех остальных понимать ты можешь. Смотри, что ты делаешь. Обгоди, вот если вернуться к тому, что сейчас говоришь, а вот ты можешь вкладкой перечислить, к примеру, ты дизайнер по стандарту профессии, должно быть высшее образование. А если, например, она дошкольная педагогика, она тоже что-то подойдет? Да, высшее образование любое, конечно. Потому что высшее образование это не навыки технические, это навыки умственные. То есть это что с собой дает высшее образование? Ты умение анализировать, вытаскивать информацию, создавать продукты, проекты, умение доказывать, защищать, создавать проекты, дипломы, ну, курсовые и дипломы. То есть это создание, это проектная работа по сути. Высшее образование, неважно в какой сфере, это умение делать проектную работу, вот и все. Из техникума этого не дают, из техникума у тебя есть навык делать какую-то работу просто по заданию. Поэтому классификация есть образование, ну вообще в целом по Минтруду, есть школьное, есть среднеспециальное и есть высшее. Вот, в принципе, они просто разные классификации дают. А дальше у тебя есть ниша, то есть важное, высшее, потому что тебе нужно вести проектную работу, ты должен уметь это делать. Поэтому высшее. Я понял. Слушай, а вот я когда там давным-давно еще что-то мы какие-то с тобой начинали проекты делать, мне очень впечатлило, что ты разработал стандап профессии и предлагаешь его чуть ли не министерству для приема, чтобы как бы все дизайнеры под этот стандарт в принципе подходили. А что вообще с этим происходит, часто приняли, не приняли, как там? Ну вот на следующей неделе у нас финальное как бы согласование разработчиками и, ну в принципе, просто подписываем, запускаем, печатаем и запускаем, отдаем. Три года вот он разрабатывался. То есть самое сложное было не его придумать, он был придуман уже даже заранее, да, он на нашей студии работал. Мы его сделали достаточно быстро. А самое сложное было найти противоречия и верные формулировки сделать. Вот, ну это достаточно много времени ушло. А там министерство его примут, то есть он будет прям государственным. Да-да-да, конечно. Но мы сделали его специально, мы взяли юристами, это долга, которые все, все наши мысли, правильно оформил в правильную структуру. Так, чтобы приняли, да, конечно. Потом нам нужно было подписать это все дело, нужно было показать, продемонстрировать людям, экспертам. То есть у нас там 200 подписей от организации, что да, типа верим, хотим. Вот сегодня буквально утром у нас было заседание, есть организация, там, союз дизайнеров. Вот мы там все это дело показывали, они там сказали, да, все нормально. Ну, тоже одни из. Ну, в принципе, вот такая тема. Ничего себе. Слушай, ну и тебе как, там же нигде не будет написано, что это стандарт Станислава, и тебе как бы чего с него? Ты же не можешь его монетизировать никак. Почему не могу? Ну, во-первых, я его не могу не делать. То есть это как бы то, что будет там уже больше у меня и далее идет. Это вот та тема, которой ты можешь миру помочь. Не на словах, типа вот мы молодцы, а на деле. Вот, взял и сделал. Во-вторых, я-то знаю, что это я его сделал. Ну, то есть по итогу. И это очень прикольно, это греть душу. Это ты изобрел какую-то, ну, вот какую-то таблицу, да, таблица, ну, то, что мы говорим, Менделеева, Брадиса, вот. А тут стандарт. Вот, ну, прикольно. Я как инженер-математик, таблица Брадиса, у меня с ним сердце начинает быстрее биться. Я прям эти столбцы представляю. Да-да-да-да. Как корно, знаешь, для инженера. Отлично. Какой женщина видел. Короче, прикольная тема. Это первый, да, и дальше мы можем с ней, это фундамент, потому что на этом фундамент мы оквет получаем, но вот это не мы уже, а ребята делают из, ну, дальше кто уже там, у нас есть знакомые, кто там идет в правительство, в думу и так далее, и там все применяют. То есть, если ты, там дальше хитрые способы возникают, если ты, у тебя есть профессия дизайнера, сейчас у нас ее нет, если ты присваиваешь оквет профессии дизайнера, то дальше ты можешь дотации какие-то получать, тебе могут гранты выдавать. То есть, если ты пострадал в пандемию, допустим, тебе могут уже выдать какой-то грант на, как этим самым, особо пострадавшие отрасли и так далее. Ну, начинается такая другая движуха, тебе фундамент надо. Мы сейчас создаем фундамент, на базе которого можно двигать индустрию дальше. То есть, это как азбуку мы создаем, это прикольно. Ну, это интересно, почему нет? Тем более, я это могу. То есть, получается, в каком-то ближайшем будущем, например, через 2-3 года, любой человек, который называется дизайнером интерьера, он должен соответствовать стандарту, который ты разработаешь? Он не должен, он может соответствовать. Там нет такого, что где-то такие стоят люди и говорят, ты соответствуешь или нет. Сам рынок диктует. То есть, когда работодатели будут сами говорить, что мы принимаем таких ребят, очевидно, что учебные заведения будут учить не абы кого. Сейчас они абы кого учат, то есть, у каждого своя программа. А учить в соответствии со стандартом. То есть, будут учить людей, которые, выпускаясь из техникума, допустим, будут визуализаторами. Сейчас все визуализаторы, они самоучки, да, или там курсы прошли. Как прошли, почему так, как угодно, почему, что им так хотелось. А там будет написано, что он должен делать, что делать не должен. Ну, то есть, такая вот регламентация получается. Слушай, классная штука. Это кажется, знаешь, типа потом когда-нибудь на твоем доме будет висеть памятная таблица. В этом доме работал разработчик стандарта. А я могу и сейчас повесить, почему когда-нибудь. Сейчас вот захожу и повешу. В этом доме живет. Прекрасно. Вертолетная площадка. Да, да, да. Хорошо. Это было смешно. И последний вопрос остался. Давай, жги. Стас, здравствуйте. У меня вопрос к поведению Инстаграма. Я училась на курсах СММ, участвовал в разных марафонах. Но я замечаю, что все учат по шаблону писать, что ли. А я хочу писать уникально. Что думаете, как найти свой уникальный стиль? Стиль или смысл? Надо понимать первое, что писать сначала, а потом как писать. Это две разные вещи. Что писать, это соотносится с продуктом, с ценностями твоего заказчика. А как писать стиль? Ты как хочешь пиши. Хочешь с юмором пиши. Хочешь с серьезными вещами пиши. Как хочешь, так и пиши. Главное, чтобы у тебя читали твои эти самые люди. Но это разные вещи. То есть какой-то вопрос странноватый, мне кажется. Ты сам как думаешь? Ты понял вопрос? Тебе больше к оперативам ближе? Слушай, мне странно вот эта штука про нелюбовь к шаблонам. Ну пофиг, шаблон не шаблон. Решает задачу? Решает? Ну все. Типа достаточно. Хоть пиши, хоть просто подставляй слова в шаблон. Если он правда привлекает клиентов, доставляет пользу, мне вообще пофиг. Ну мне кажется, тот человек путает шаблон и этот самый шаблон именно структуры и стиль. То есть он думает, что стиль он хочет там по-своему писать. Мне так кажется почему-то. То есть я считаю, что шаблон, отлично, если у тебя есть шаблон, допустим, написание продающего поста. Пиши по шаблону. А стиль, который ты используешь, используй свой. Так же как в дизайне интерьера, на самом деле. Ты можешь по шаблону делать проект структурно, а материалы и мебель и все остальное подбирать, какие хочешь по стилю, который тебе нравится. Все. В принципе наша студия так и работает, мы так и делаем. Я понял. Нет, слушай, я согласен. Действительно, типа если шаблон работает, он понятный, и все, норм, вопросов нет. Мне на самом деле злит даже немножко желание людей, любой ценой отличаться от других, и вот это прям отвлечение становится конкурентным преимуществом. Да пофиг себе на твой, как кто делает. Если ты просто делаешь хорошо, делай хоть, не знаю, повторяй кого-то. За единственным исключением, когда свое преимущество, твое является действительно конкурентным преимуществом. То есть когда к тебе приходят, потому что ты необычно, привлекаешь внимание. То есть допустим, я не знаю, какой-нибудь ты там пятикратным матом делаешь, и люди на это идут. Ты мне присылал какого-то маркетолога, который там девушка какая-то была. Крошуна, по-моему, я помню. Наверное. Там прикольно написано. То есть там я почитал, там написано прикольно. Я не знаю, что там по сути, я там не сильно вчитывался, но сама именно стиль, он прикольный. То есть если у тебя такой стиль и на него идут, ну окей, значит ты своим стилем как бы привлекаешь внимание, а может быть этим людям и надо. Они же по итогу лиды покупают по сути. То есть текст читают и приходят люди. Нормально. Я даже, знаешь, в чем еще феномен торшиной? Вот это вот мат, вся вот эта грубость, это мне кажется, люди видят в этом честность, потому что честность пристекает от злости. Ну она как бы зло, откровенно, искренне пишет. Считается, что если человек прямо так яростно говорит зло, то он работает от души, он обманывать тебя не сможет. И поэтому люди сильно такому стилю доверяют. То есть я не к тому, что она случайно его нашла, он очевидно откуда-то взялся, она понимает, как она его использует. Эмоции, да, согласен. Эмоции отлично. Я бы на самом деле включил в первую, самую главную тему, опять же, если говорить по копирайтам и все остальное, это эмоции. Когда у тебя там негатив какой-то есть к чему-то, блин, вот как все задолбало, и вот сколько можно, и начинаешь про заказчика. Это прям посты супер пойдут. Когда у тебя там все нормально, все хорошо, ну типа молодец, спасибо, что сказал следующий. То есть людям интересно что-то необычное. В редакторском мире это называется качелька, когда ты начинаешь свой пост или текст с того, что ты очерчиваешь, как что-то мир вокруг, какая-то сфера, как она плохо устроена. К примеру, все дизайнеры интерьера, пидорасы, криворукие, не понимают заказчика. Я как смотрю, у меня сердце кровью обливается. Я вообще по-другому работаю, ну как бы в другую сторону качнулся. И тут уже свой мир рассказываешь, там я сажусь, ручкой все прохожу. И клиенты такие, ну блин, классно, хочу с таким человеком работать. Синдром Д'Артаньяна. Ну типа да, но просто что это такое, это опасная штука, когда ты постоянно всех хейтишь, то не знаю, как бы ты все равно распугиваешь очень многих людей, и не все люди любят негатив. Я бы так не делал вообще, в принципе, я бы даже наоборот не строил бы на этом, я так, кстати, и не строю. Я больше за то, чтобы показать, знаешь, как можно делать, можно показать, там есть разные опции, то есть когда ты пишешь, ты можешь себя сравнивать с предыдущего, с прошлым, как я раньше делал, и как я делаю сейчас, насколько я был дурак тогда, и насколько я сейчас стал лучше. То есть это у тебя история героя получается одновременно, эмоция одновременно, вот эта качелька твоя, и одновременно, то есть ты ни на кого не опускаешь, ты говоришь, я вот раньше был там недалекий человек, сейчас я пришел опыт, как я этому научился, что я делаю, то есть людям интересна такая трансформация. То есть с точки зрения привлечения внимания и эффективности личного бренда тебе выгоднее не кого-то опускать, чтобы не было синдрома Д'Артаньяна, а вот показывать, как ты развился. Человек такой делает вывод, да, ты молодец, прикольно. И он контент получил полезный, и он увидел вот эту вот эмоцию. Да, да, сто процентов. И кроме того, еще здесь очень важная штука проявляется, которая в целом в тексте и в личности человекам всем очень нравится. Многие там среди моих знакомых, может, согласишься, считают, и даже самой сексуальной чертой человека вообще, это самоирония, умение пошутить над собой, не воспринимать себя в прошлом как бы слишком серьезно. И когда люди шутят над собой, это прям очень обезоруживает, с такими людьми приятно рядом находиться. Да, прикольно. Синоним адекватности. Да, да. Юмор, самоирония и да, умение над собой там смеяться, это прикольно. То есть это именно говорит об адекватности. И о том, что тебе в принципе пофиг на чужое мнение, и это сильная позиция в принципе. Слушай, классно. И напоследок у меня микро вопрос от себя. А ты можешь как-то описать, как вообще ты ведешь свой инстаграм, какая у тебя есть там система? Никак не веду, меня заблокировали вообще там. Почему? Блин, а вот почему у меня пропали бесконечные истории с женщинами, которые над маникюренными руками твою книгу листали. Где книга, Станислав? Примя книги. Покажи. Книга тут. Все на месте. Если вы дизайнерка или дизайнерша интерьера, у вас очень интересен маникюр. Поддержите отечественного производителя, берите книгу, она очень полезная, важная. Обязательно выкладывайте сториз в инстаграм и обязательно с отличным маникюром, это очень важно. Да. А почему тебя заблокировали, Стас? Что случилось? Слушай, на самом деле я телефон просто разбил, сейчас жду новый, завтра повезут. И я заходил там с компьютера, с одного, со второго, ну техническая как бы тема, что он просто сказал, типа там вам на IP надо. И я забил, просто пока туда не заходил. Вот, поэтому. То есть с инфобизнесом никак не связано с лицензированными услугами? Нет, нет. Как веду? Я пока не веду как надо, я сейчас систему создаю. То есть я пока веду очень хаотично, просто туда скидываю там чего-нибудь, как-нибудь. Вот, в целом есть понимание, как хочу сделать. Я сделал пост, написал, как я вижу, как это должно быть через свою историю. Можешь в трех словах? Да, в трех словах. У меня именно мой такой подход будет. То есть у меня будет история героя. Почему я так делаю? Сразу скажу, что это не всем так подойдет. У меня очень много разных навыков и, ну по сути, разных продуктов. У меня около там 20 продуктов. Поэтому я их не могу в инстаграме сказать. Я только дизайнер. Это будет, ну неправильно. Либо мне нужно будет 20 аккаунтов ввести. Поэтому у меня стратегия другая. Я веду наличный бренд. Описываю, рассказываю, какой я человек. Ну в принципе эти видео, так же мы эти записываем, да, чтобы себя продемонстрировали с разных сторон. И у меня можно купить разные продукты. Вот, соответственно, для того, чтобы это показать, я показываю через себя историю. У меня будет 20-30 постов. Надеюсь, мы их напишем. Вот. Сделаем картиночки правильные, хорошие. И дальше люди будут уводиться. Если ты инвестор, то, пожалуйста, тебе вот там студию покупать. Если ты дизайнер, то там проходи такой-то... Если ты хочешь стать дизайнером, иди на обучение. Хочешь сделать дизайн-проект, то туда. То есть моя задача вызвать доверие на первой страничке и развести их по телеграм-каналам, допустим. Ну, по другим. То есть целевое действие моего инстаграма будет новости плюс разведение по темам. Слушай, ты вот сейчас это описываешь, это вообще звучит, как будто тебе, не знаю, прям какая-то микроредакция для этого все нужна. Ты же сам все это будешь делать. Нет, конечно, зачем. У меня уже навык систему делать. То есть я беру, делаю систему, как это должно быть. Я ее уже описал, как нужно писать книги, как нужно писать тексты, как оцифровывать эти видео. Ты же, наверное, не знаешь, а вот каждое наше интервью, оно уходит автоматом уже на оцифровку. Из них такие мини-карточки делаются, посты. То есть у меня там по каждому интервью получается много-много постов. 20, например. У нас гномиков маленькие сидят и пилят твои видео. Нет, просто сидят редакторы, которых ты мне, кстати же, посоветовал на практике. Ну, какие там приходят, я отдаю помощнице. То есть она сама берет этих редакторов, платит на какие-то деньги, они получают практику. И мы получаем посты. Дальше у меня задача картиночки, фоточки, либо история. И дальше это все летит по пяти разным темам. Ну, примерно так, да. Но это и есть системная работа. Как ты сам это все сделаешь? Никогда в жизни. Офигеть. Ты даешь систему. Слушай, я не знаю, что там целая машина под капотом просто. Ну да. Всем тоже рекомендую, потому что самому все сделать нельзя. А как бы это должна еще сама оккупаться. То есть мы даем, получается, практику молодым копирайтерам. Они делают это по шаблону. Соответственно, у них получается нормально по шаблону, потому что по шаблону ошибиться сложно. Они получают какие-то деньги. То есть всем хорошо. Всем выгодно. Слушай, прекрасно. Мне очень нравится. Так что отправляйте. Если учитесь у Сергея, либо хотите как-то посотрудничать с редакцией, приходите. Слушай, звучит прекрасно. Буду дальше присылать адекватных ребят. И супер последний микро вопрос. Я правильно понимаю, что смысл системы, любой системы Станислава Орехова, то, что эту саму систему можно еще и продать в будущем. Конечно. Все можно продать. Я понял смысл системы Станислава Орехова. Не только можно, но и нужно. То есть в будущем ты можешь продавать эту систему создания этих микроредакций для создания личного бренда. Более того, мы даже уже начинали. Я взял зимой 20 человек, по которому начали мы это делать. Мы остановились из-за конференции, и потом я перешел после конференции на психологию. Сейчас я ее доделываю, и дальше мы продолжаем. У меня готов костяк, то есть там 30 всего заданий, по которым ты можешь создавать микробизнесы чужими руками, которые приносят как раз доход, о чем мы говорили, примерно миллион. У меня такая задача – создавать микробизнесы, приносящие за год, например, миллион, 100 тысяч в месяц, например. И ты таких бизнесов можешь чужими руками безгранично сделать. Вот это интересно. Слушай, прекрасно. На этой сладкой ноте, ты прислами медиумен рублей, я готов остановиться. Друзья, спасибо большое, что послушали. Обязательно писавайте вопросы. Вопросы все лучше и лучше становятся, это приятно. Может, у меня тоже что-нибудь спросить? А что, в конце концов, я здесь не... Давай следующую тебе посвятим. Я тебя поспрашиваю. Ссылайте. Я, конечно, не такой системный человек, как Станислав, но я тоже, видите, сколько лет уже мы с ним друг напротив друга сидим. Я тоже кое-что знаю. Давай я тебя поспрашиваю в следующий раз. Давай в следующий раз, да, давай. Я согласен. Тогда вопрос присылайте мне, Сергею, в телеграм-канал, а я еще ему свои подготовлю по какой-то теме. Ты по теме по какой готов рассказать? По копирайтингу еще почему-то? В чем ты специалист? Давай. Слушай, к чему я? Да, по копирайтингу, наверное, давай. Хорошо, все супер, обсудим. Спасибо, друзья. Спасибо, Станислав. Увидимся через неделю. Очень приятно, что вы нас смотрите. Пока. Всем пока.